Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. Очень, 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 очень маленький мальчонка. Встретил очень, очень, очень бойкою девчонку. Отчаянной мольбой ему кричим на перебой. Шофер, голубчик, просим, сверни с дороги в осень. Я старею, живу в настоящем, я неспешно к закату иду. Отчего же мне снится все чаще, будто я в 41-м году. Что вашу прелесть заменит, о Родина святая, какой осердный посадок, но забыли мы, что сиянно. Я неспешно к закату иду. Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет И перьями скрыпя бумаги не жалеет Хорошие стихи не так легко писать Искренность, правда, чуткое отношение к слову Вот то, что так дорого нам в поэзии И, наверное, не нужно быть большим знатоком филологии, чтобы понимать И любить стихи Участники проекта «Стихи» живут повсюду самые обыкновенные жители нашего города Рабочие и учителя, спортсмены и волонтеры, пенсионеры и дети Но к поэзии относятся с трепетом и вдохновением Меня это трогало В тех мероприятиях, в которых я дважды участвовал Это было посвящено, как бы сказать, патриотизму, защите нашей Родины Понимаете? И мне нравятся эти стихи И, во-первых, они бывают исторические Они говорят о том, что происходило Есть такое желание донести эти стихи до, как бы сказать, до молодежи, для окружающих Я всегда участвую во всех проектах Потому что считаю, что день тебе дан непросто Завтра можно что-то другое попробовать А сегодня нужно попробовать все, что возможно сегодня Стихи очень люблю Живем рядом с Москвой Любимое времяпрепровождение выставки Книжные выставки в частности Вот нон-фикшн Значит, я еду с утра на выставку И сажусь сначала к поэтам И шесть часов в прямом эфире Слушаю лучшие голоса России В большинстве случаев участники относятся к своему выступлению Очень ответственно Один раз я снимал представителей различных народностей По-моему, на День России Все пришли в национальных костюмах Каждый прочел строчку на своем языке То есть это о многом говорит Люди готовятся Люди стремятся к тому, чтобы как можно лучше Показать и себя, и стихотворение И помочь тем людям, которые реализуют этот проект Чтобы он всегда оставался каким-то ярким, искрометным и красочным В 2016 году сотрудник историко-культурного центра Наталья Замарина Создала проект «Стихи живут» Раз в месяц, в выходной, в стенах центра Собирались люди и читали стихи Своего сочинения местных авторов в классику Эти вечера были наполнены атмосферой творчества Красотой, мудростью, изложенной в рифмах А три года назад Наталья Феликсовна решила шагнуть дальше И расширить границы проекта Ее новое детище получило название «Стихи живут повсюду» Автор идеи отправилась по городу, в школы и детские сады, на предприятия и в спортивные клубы «Стихи начали читать все» Занесенный в графу, с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал, среди обуви взрослой и детской Сегодня будет Рождество, весь город в ожидании тайны, и дремлет в ине и хрустальном, и ждет свершится волшебство Отчизне кубок сей, друзья, стране, где мы впервые вкусили радость бытия, поля, холмы родные Я никогда не забуду, с каким радушием нас встречал Витовский троллейбусный парк То есть, казалось бы, да, где поэзия, и где водитель троллейбуса, и где кондуктор Но как раз кондуктор еще по собственной воле выучил еще одно стихотворение Первый сюжет у нас был записан на градообразующем предприятии Сотрудники коксогазового завода читали стихотворение Вадима Шефнера «Мы твои солдаты России» и таких воспоминаний очень много у меня Мне б затеряться в благодатном лете, забыв листки срывать календаря Как в дом входить в закаты и рассветы, дары земли уверенно беря В 2007 году «Видное» был официально признан литературной столицей Подмосковья А весной 2022 года мы продвинулись еще на шаг, став литературным городом России В литературе нет провинций У нас поэт, писатель может родиться именно, как говорил Григо, это поэты рождаются в провинции Они просто умирать уезжают в Париж, да? А то так и здесь мы очень внимательно относимся к работе литературных объединений Где именно рождаются настоящие литературы Один из самых ярких поэтов Видновской земли – Евгений Зубов Его биография не была богата внешними событиями Начальная школа, семилетка, четырехгодичное полиграфическое училище А потом дала о себе знать страшная, неизлечимая, таившаяся до времени болезнь Которая сделала ноги немощными и непослушными Жизнь Зубова сосредоточилась на крохотном пятачке отчего дома в деревне Месайлова Где он родился и вырос Четыре стены – всегда один и тот же неизменный круг предметов перед глазами Один и тот же известный распорядок Изо дня в день, из года в год Далее взглядом обнимаешь Каждый кустик видеть рад И душой понимаешь, как ты сказочно богат Писал, конечно, медленно Но сначала даже ошибки делал много Ошибок делал стилистических, архографических Потом научился писать, выучился сам Воспоминания только самые светлые Потому что, во-первых, этот человек всегда был праздником Всегда что-то нам рассказывал Стихи читал, какие-то книги новые нам рассказывал Поэтому, когда я приезжала к бабушке Ну, я его считаю, как своим дедушкой Мой дедушка Местное поэтическое сообщество Объединило людей, находящихся на одной поэтической волне В Ленинском округе несколько литературных клубов Пишущие люди всегда могут найти в них возможность Реализоваться и совершенствоваться В библиотеке поселка Развилка Дважды в месяц собираются местные поэты и писатели Иосиф Гринберг несколько лет назад начал писать стихи Каждая всего в несколько строк Но нужно иметь талант, чтобы в кратком Излагать большой и глубокий смысл Обычно, как бывает, два варианта Сначала стихи пишут, когда влюбляются в юности А потом стихи пишут уже в зрелом возрасте Когда уже навлюблялись Осень – это красиво Послелетняя осень И предзимняя осень Просит-просит теплого взгляда Желтый ясен, одинокий уж очень Ему не страшны Ни жара, ни прохлада Где-то взгляды встречаются Нежно Не тревожно Красиво Приятно Собираются чувства, конечно Принимаю тебя Все понятно Голубь птица Бела Символично Облака помогают погоде Все набело Проверено лично Не один я такой Это вроде Поступают копельки сквозь воздух Чистый ответ перед жизнью Экзамен Осень, осень Или праздник Или недуг Врачный воздух Или пламенный камень Не пройду Там, где толпится тесно Через все Пронесусь там, где славное Может, с цехом сольюсь Может, с песней Мы ведь вместе Вот это и главное Андрей Коршунов Видном известен Как автор детских стихов Во многом Это его собственная детская история И пусть с теми Кому его произведения Посвящаются сегодня Он разного поколения Ребята всегда слушают автора С большим интересом У Андрея Валерьевича все просто и понятно Вот даже для детей Мы читаем его стихи И понимаем все эти детские эмоции Счастье, грусть, разочарование В детстве я крещаться То есть, когда я спрашиваю наивно Меня всегда обманывают Там, где я родился Существовал такой сказочный персонаж Назывался он Сумеря И мне мама всегда говорила Ложись, мать, а то приберут Сумеря Вечер наступает Солнце спать идет Сумеря прилетает И детей крадет Язык Великолепный наш язык Речное и степное В нем раздолье В нем крекоты орла И волчий рык Напев и звон И ладан богомолье Но вернемся к проекту Стихи живут повсюду Его создание не было случайным И Наталья Замарина верила Что видновчане подхватят поэтическую эстафету Видное будет читать стихи Как известных поэтов, так и забытых Строки, чьих стихов Были рождены, чтобы жить Теряюсь, когда меня спрашивают Вот, а какая твоя задача И зачем тебе это Но это где-то вот за гранью Я не знаю, зачем мне это Но мне очень близка позиция Нашего современника Философа, поэта и переводчика Владимира Микушевича Он называет философию эхом поэзии И он говорит, что сегодня поэт не тот, кто пишет стихи А тот, кто их читает И он говорит, что именно благодаря усилиям поэта И усилиям тех, кто читает стихи вслух Слова остаются понятными А мы остаемся народом Выдумывать не буду Скажу на чистоту Стихи растут повсюду А с ними я расту Я к солнышку макушку Несу Не чуя ног Как кашка на опушке Как в поле василек Здесь всяк имеет голос Стать словом Всякий рад Садовый гладиолус И дикий виноград И рощи, и дубравы И тополь за окном Здесь всяк имеет право Стать солнечным стихом Да разве я забуду Их запах, цвет, листву Стихи Живут повсюду А с ними я живу Стихи 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 Стихи